знаете ли вы что символом канады является не только кленовый лист но и бобер причем это на официальном уровне друзья вам здрасте сегодня у нас видео номер 22 про сериал который называется только факты это видео будет заключительным сегодня мы будем делать отправку почты но то тех самых нитификаций которые сделали когда-то раньше из таблицы notification по расписанию и я уже делал где-то видео на канале посвящено это вопросе здесь мы просто повторим и уже будем с привязкой конкретной таблицы для начала я покажу что я сделал за кадром итак друзья если кратко то я сделал добавление факта и редактирование факта и удаление факта я не делал сознательно потому что это на самом деле не так легко то есть это не так сложно сделать но и мне это не требуется я буду всегда только добавлять факты удалять факты смысла не имеет если факт потребуется и удалить то я просто изменил и содержание но это опять же мое сугубо личное решение вы можете делать удобные для вас решения ну в общем вот такого-то меня простой функционал ну и для начала давайте я создам факт пусть этот факт какой-нибудь будет простой я вот такую билиберду напишу выберу какой-нибудь букву выберу какой-нибудь опять пакистан ну ладно нажимаю сохранить факт у меня соответственно сохраняется и в общем то я теперь могу вы редактировать я нажму редактирование собственно удалю аборигены добавлю какой-нибудь обман нажму сохранить но так но это я только отредактировал непосредственно давать еще текст отредактирую чтобы удостовериться что он реально работает в общем вот такой вот простой несложный функционал я по вашим откликам которых не было понял что вам это не интересно поэтому мы сегодня будем делать хостед сервис ну и для того чтобы давайте наверное еще пробегусь по коду который в общем то тоже наверное имеет значение и так у меня есть два так сказать хендлера да то есть для медиатора 1 это это факт вот так вот он называется от факт реквесты хендлер для него акт факт реквест хендер я использовал рекорд потому что это как бы модно да скажем так но и здесь очень просто я в хендере нахожу факт то есть создаю репозиторий давайте такую штуку включу как обычно здесь я создаю репозиторий здесь я маплю тот view модал который пришел в реквесте вот и здесь я обрабатываю теги к нему и в общем сохраняю и выдаю ошибку если сохранить не удалось что здесь нужно показать здесь нужно показать давайте факт апдейт покажу потому что он работает примерно по такому же принципу но только перед тем как сохранить факт я его сначала опять создаю репозиторий я ищу его в базе данных подключают теги и если его не нашел то редактировать нечего я выкидываю ошибку опять же маплю view модал который пришел с юая на факт и вы запускаю тот же самый метод который проверяет какие факты добавить какие удалить после этого я делаю сохранение ну и в случае ошибки выкидываю экзепшен суть в том что вот это вот самое на мой взгляд интересная штука где происходит так давайте перейду к реализации а где происходит та самая магия которая обрабатывает факт и модель модели на смотрите я сделал так что можно вот этот метод использовать и с апдейт в модалл и из create в модалл и в общем то есть у меня такая заглушка у которой есть только факты и реализации у нее давайте я попробую таким вот образом показать нет это наверное нужно вот так показывать один момент вот есть у меня create в модалл который реализует ее соответственно здесь есть теги и есть у меня еще такой же апдейт в модалл который тоже реализует этот же интерфейс таким образом я могу использовать и для создания и для редактирования ну и в общем если возвращаться назад давайте я перепрыгнул к этому самому в модула то есть здесь у меня есть набор тегов это string обыкновенный есть факт ну и в общем неважно откуда он пришел с редактированной лиц обновления я делаю следующее ну для начала я проверяю все необходимые значения то есть выкидываю экзепшен если они нужны и далее в общем то вот тут где-то примерно начинается магия смотрите я получаю репозиторий тег неважно как он у меня называется или как я его создаю он у меня может быть реализован а юнит у ворка или репозитории как будет у вас в общем то на самом деле неважно я в этом репозитории еще все теги которые пришли ко мне из в модели да то есть я ищу только те которые есть у факта вот они и потом я определяю вот в этом вот хелпере который позволяет определить какие нужно создать а какие нужно удалить там на самом деле все очень просто давайте даже покажу есть у меня такой вот хелпер который просто вот таким способом определяет новые добавленные и старый который нужно удалить таким образом у меня получается две уже 2 2 массива которые нужно один удалить другой пробежать добавить и при удалении я ищу тег если у меня не найден я его пропускаю если найден я удаляю его из меток если он там есть и далее проверяя какое количество фактов используют этот тег если у меня их больше чем один ну смысле если он один сейчас да то есть текущий факт его использует и больше ни один то я удаляю вообще этот метку она мне в принципе не нужна ну и в общем то это вот вся магия которая позволяет факты вместе с тегами и где содержать в этом как там ну в консистенции да не знаю как по-русски сказать в общем у меня только те метки остаются которые используются те которые не используются удаляется ну и при сохранении происходит примерно то же самое сохраняется добавляется в метку если ну давайте вот так тоже пробежимся создается пробегается коллекция я ищу в наличии уже существующих меток если она не найдена то я создаю новую метку обрезаем значение и сохраняю базу данных если она найдена то я просто добавляю как ссылку факт в общем то вот и вся магия ну и в общем что еще давайте посмотрим может быть какие-то важные моменты я упустил это редактирование это в общем то изменение в контроллере но я думаю что в контроллере особых усилий не составит создать форму редактирования форму создания факта и соответственно посты которые позволят обработать нажатие кнопок сохранить дальше что еще интересного ну наверное наверное больше ничего маппер соответственно и обновил helper здесь у нас как раз решает проблему вот этих вот меток в модулы в общем все как обычно если что можете посмотреть это непосредственно в гите и даже скачать и запустить и собственно будет работать ну а теперь давайте сделаем этот хостед сервис который позволит notification и созданные вот в этой таблице сейчас я найду так вот дата вот сущность notification в нее вкладываются все события которые происходят на сайте и они теоретически отправляются администратору или в общем то пользователям но если потребуется но моем реализации моей реализации только администратору в зависимости от того какие были ошибки на сайте или допустим фидбэк ну и эту собственно говоря реализацию можно расширять ну допустим комментарии чтобы отправлялись но я пока воде от не буду переключаемся на хостед сервис и продолжим работу итак для того чтобы реализовать какое-то расписание на сайте я обычно делаю таким образом я создаю папку хостед сервисов ну возможно это подразумевает что их будет много хотя конечно для моего сервиса простого этого не потребуется дальше я создаю нет давайте для начала установим nugget пакет который в общем то уже так что-то не то нажал nugget пакет который реализует основную часть я его достаточно часто пользую колобонга микро сервис с . background вот он я уже показывал одном из видео как реализовывать хостед сервис и показал где можно взять и примеры файлов что они собственно грял любезно выложили прям microsoft своей документации я их собрал сборку чтобы каждый раз не копировать и делал некоторые фишечки в том числе даже на самом деле очень полезные например использование так называемого им хост да нет сейчас покажу как называется давайте назовем ну пусть это будет но техники шин на техники шин неправильно написал хостед сервис вот так вот . си шарп эта штука будет поднимать там раз в минуту и искать новые нотификации которые были в таблице notification со знаком со с флагом не отправлено искать их и в общем то через каждую минуту и будет их отправлять и так здесь я пишу scheduled hosted сервис и у меня уже здесь есть и реализация которую сейчас буду делать то есть мне нужно сделать реализацию чтобы мне эта штука заработала ну во первых логгер у меня будет здесь вот такой потому что мне нужно сюда отдать конкретный логгер я же не знаю какой потребуется дальше дальше у меня здесь есть вот этот процесс инскоп и синг это как раз то о чем хотел сказать но запнулся процесс инскоп это значит что у меня все обработка будет внутри определенного скопа то есть я здесь могу выполнять операции с базой данных каждый будет выполняться в своем скопе соответственно не будет никаких наложений по части того что уже используется в другом месте или http или нет как называется ddb context base был открыт и не закрыт вот такие вот ошибки это сволочь решает ну и первое что нужно сделать это как раз делать то самое расписание расписание у меня вкладываться должно вот вот в такую картинку давайте покажу сайт который называется крон гуру так я не помню как он пишется крон гуру а крон таб . гуру вот и в общем то вот это вот крон расписание может быть запах за использование то есть заюзана вот в этом месте для того чтобы не я в общем то знаю что мне здесь потребуется звездочка мне здесь потребуется слэш нет звездочка слэш 1 звездочка 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 и это будет говорить о том что у меня расписание будет стартовать каждую минуту и я сейчас чем-то проверю да то есть я вот это вот сотру и нажму то есть вот мне выдалось сообщение что каждый минут в общем крон тап расписание на крон тап это компонент а крон расписание но я думаю что он нужно с ним познакомиться потому что на самом деле можно вот это вот разными звездочками и разными символами создать ну в общем то достаточно очень широкий выбор конфигурации когда будет это расписание срабатывать вплоть до там каждый месяц второго дня или каждый третий месяц четвертое воскресенье в общем ему не говоря уже про то что во сколько вот смотрите какие примеры выдает там в рандом нажатии да там 0 часов каждую викли но в общем смотрите я показал где это сделать вы себе расписание построите сами я точно знаю что у меня будет каждую минуту но единственное что мне сюда еще нужно написать это видимо для отчетности то есть чтобы влаги в логировании как-то можно было следить какой сервис откуда чего стартует я его напишу на найти фикейшн ну пусть будет так вот расписание нотификации и в общем не все что мне остается это вот здесь вот сделать что-то похожее на вызов какого-то метода ну и для начала я напишу как раз тот скоб юзин вар пусть будет скоб сервис провайдер креет скоб то есть у меня есть уже скоб с которым я могу собственно работ так давайте так вот сделаем здесь вар какой-нибудь натификейшн ну пусть будет провайдер здесь мы скоба возьмем собственно говоря get service который будет соответственно называться мне его пока нет я буду создавать ай натификейшн провайдер и здесь в общем-то в этом натификейшн провайдер мне нужно сделать ну экзекьют или процесс на давайте назовем процесс ну наверняка он должен быть и синг поэтому здесь делаем wait ну и наверное вот сюда нужно отправить токен чтоб какие-то процессы можно было остановить вот ну и осталось только реализовать этот но теоретически здесь еще можно конечно за использовать этот логер и сказать ну допустим что что мы запустились что мы точно знали что в блогах будет написано что сервис работает давай про давай так вот скажем нотификейшн так это у нас этот а ну значит можно добавить натификейшн процесс в общем нужно теперь вот эту штуку создать давайте скопирую с вашего позволениям перейду в экстеншены есть у меня здесь логер и здесь вот такую штуку напишу у меня здесь и event lock control в enter здесь у меня будет 74003 и здесь у меня будет message и это будет information да вот так вот ну а теперь мне остается только вот эту штуку поднять наверх и вот это вот мне не потребуется и еще у меня есть вот такой плагин хороший который позволяет ровненько форматировать текст и в общем здесь мне нужно написать message тот самый который будет говорить процессинг процессинг for notification ой notification started а здесь я буду показывать message который будет собственно говоря временем старта хотя смысла наверно в этом нету ну ладно пусть будет сюда message давайте я сюда напишу давайте напишу day time now ну пусть будет to string и пусть будет здесь у нас формат вот такой в общем то мне осталось реализовать вот эту штуку и сейчас мы ее будем реализовывать на самом деле я предвижу некоторый вопрос почему именно notification провайдер давайте скопирую я попытаюсь объяснить очень просто потому что в провайдер будет падать у меня email сервис есть у меня на видео на канале который говорит о том какие инжекты в какие инжектить я просто этого принципа придерживаясь чтобы не попасть в рекурсию зависимостей поэтому у меня сервисы могут инжектиться куда угодно провайдеры только в сервисы менеджеры только в менеджеры только провайдеры и такая иерархия гарантирует что вы никогда не выхватите рекурсию зависимости которые возможно или невозможно даже будет разрулить поэтому в общем-то провайдер у меня будет провайдером то есть notification провайдер давайте провайдерс и здесь я создам айнатифи кей шин провайдер это будет . cs enter и у меня в инфрастракте появились провайдеры да так я его написал неправильно давайте переименуем это не долго notification провайдер и соответственно нужно переменять файл вот я точно знаю что у меня провайдер в общем то будет именно провайдером потому что у меня будет email сервис да давайте я здесь так как у меня это async правильно было бы назвать в соответствии с конвеншеном async здесь нужно поставить восклицательный знак потому что я точно получу его из депенденте контейнера и теперь можно нажать alt enter и собственно для создать этот самый метод который будет запускать процессинг ну в общем здесь я сделаю такой рекорд это моя фишечка я просто не люблю когда нет комментариев вот и поэтому я их потом добавлю и собственно мне теперь нужно сделать реализацию этого собственно класса пусть он так и называется здесь мы сделаем так у меня куда-то курс рубежал реализацию и вот здесь еще сделаем паблик и вот здесь я сделаю body для начала это удалю и теперь в общем то что мне здесь нужно сделать ну во первых мне нужен здесь конструктор который будет сюда получать ай емайл сервис у меня он называется ай емайл сендер а это не мое до 12 нет это не мое поэтому я здесь все таки назову емайл сендер той сервис почему потому что мне нужно чтобы была абстракция на отправку мыла то есть я не собираюсь эту абстракцию реализовывать сейчас я просто напишу что у меня есть сервис ай емайл сервис его прямо сейчас давайте прям создам потом перенесем и теоретически где-то здесь у меня этот емайл сервис так 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 ну здесь какой-нибудь будет таск для примера ну и будет он send async какой-нибудь вот ну и наверное какой-нибудь message туда нужно запихнуть ну давайте я здесь создам емайл message там будет мой какой-нибудь класс я сейчас скопирую с какого-нибудь проекта и сюда нужно cancelation токен ну пусть он так и называется cancelation токен и давайте я вот так вот control c control v вот такой вот меня емайлс message будет здесь в общем то все и так понятно баги мне будет ну мне нету смысла отправлять ой без мыла чего-то там то есть если пустое сообщение зачем не управлять и здесь string да давайте вернем сюда такую штуку нет она не может быть ну зачем это поставил tags и идентификатор на самом деле ну не знаю наверно мне наверное я буду проецировать notification на емайл message и буду его отправлять но это наверное уже будет в другом видео если конечно будет и так у меня здесь есть провайдер так и что он мне говорит теперь у меня этот паблик и в общем то так давайте пока все сверну но нам сегодня неинтересно и так мы будем делать реализацию от этого процессинга собственно говоря мне здесь нужно получить не только емайл сервис ну и как раз те самые notification и они лежат в юниту ворк юниту ворк не я поэтому тоже добавлю сюда ссылку на него через инжекшн ну и конечно же мне потребуется ой маппер чтобы как раз этот самый notification превратить в емайл сервис ну в смысле в емайл message тоже добавлю сюда и вот в общем то теперь у меня здесь все чтобы реализовать это ну и для начала я получу репозиторий который будет браться из юнит ворк get repository notification вот он notification и далее я давайте я напишу код а потом чтобы ваше время сэкономить прокомментирую ну в общем как то вот так это все получается на самом деле что я сделал давайте я опять по пунктам расскажу что какие изменения пришлось мне переделать так первое в метод процесса синк я получаю репозиторий ищу все notification и которые еще не были выполнены и сортирую их по времени создания чтобы первые созданы ушли первыми если ничего не хожу я ухожу из метода больше здесь ничего не делаю в противном случае я маппинг произвожу то есть я делаю из нотификаций я делаю как раз вот эти самые email messages ну надо естественно все это писать в автомапере и я делаю перечисления то есть для всех их я обхожу по кругу и отправляю мне пришлось кстати давайте покажу переделать и синк вот этот метод send и синк потому что он меня стал булево значение возвращать то есть я могу успешно отправить или не успешно отправить и в случае успеха я помечаю я создал еще один метод я помечаю нотификацию вот этот вот complete ставлю true ну в общем тут я думаю понятно если отправка совершилась успешно я помечаю на true и в следующем прохождении уже не будет работать выборка тех которые не были отправлены ну в общем вот такой вот вариант реализации email message email сервис у меня есть давайте я пока сделаю вот таким вот способом реализацию так и вот здесь скажу что я буду все возможные в общем всегда буду возвращать true а потом допишу в реализацию уже чуть позже и здесь мне потребуется вот такая штука я скажу return task completed а нет мне нужно здесь return from result не соответственно true но перед этим я сделаю ну давайте небольшую задержку чисто для примера это сделаю ну пусть будет там 2300 миллисекунд здесь делаем await а здесь делаем async а тут тогда уже не потребуется return true ну то есть я сделаю эмуляцию что у меня все отправлено так и чё она хочет от меня токен конечно токен лучше закинуть в общем вот такая вот простенькая реализация сам отправку почты она слишком она слишком как бы для каждого проекта может работать по-разному в зависимости от того какой вы проект как что вы используете для отправки или свой собственный эксченж какой-нибудь сервис smtp сервис или допустим сэнд грид или ну вообще на самом деле много всяких сервисов в том числе и платных и бесплатных я не буду делать реализацию там в общем-то создать нужный ивент и сделать цент в зависимости от того какие настройки вы подставите она будет работать ну и в общем теперь что дальше смотрите у меня этот сервис сейчас уже создан провайдер у меня создан хостед сервис мне теперь этот хостед сервис нужно подключить давайте его скопирую перейду вот сюда в стартап и здесь у меня по образу и подобие будет вот такая вот надпись хостед сервис с но опять же для сер для опять же для быстрого поиска ну вот у меня вот так привычно этот хостед сервис вот такой control v и в общем-то теперь что что еще хочу показать смотрите сейчас когда запустится проект он автоматически стартанет но будет ждать одну минуту потому что у него заявленный расчет в зависимости от того что в расписании но для того чтобы ускорить этот процесс я сделал же в этом сервисе некоторые вера или например я могу сказать что старт при старте приложения сразу ну там по-моему 5 секунд требуется я скажу чтобы он сразу стартовал и на самом деле я не хочу чтобы у меня каждую минуту во время дебага дергал меня потому что будут накапливаться события в системе и я сделаю вот таким вот образом если не дебаг ну то есть чтобы она стартовала сразу же тогда else или and and if да конечно же я скопирую эту штуку поставлю сюда то есть есть ли у меня не дебаг то у меня будет выполняться каждую минуту а так я поставлю каждые 15 минут и смогу это при старте запустить будет пробегаться по всем нотификациям то есть вот этот сервис будет стартовать каждые 15 минут и я смогу его продебажить ну и для этого я поставлю вот сюда бряку я посмотрю что он стартует теперь мне нужно перейти сюда и даже не сюда вот сюда и я здесь тоже поставлю бряку и теоретически мне нужно проверить что у меня в базе данных есть какие-то записи давайте для начала их запустим вот я попал в метод то есть система начала его выполнения так и здесь я получил референс ну то есть да понятно почему получил потому что я этот notification провайдер не зарегистрировал в депенденте инжекшн и по образу и подобию я нажимаю два слэша депенденте прям депенденте вот таким вот образом и здесь в общем то регистрирую этот самый провайдер и его и его реализацию запускаем еще разочек так что-то у нас еще упало не может быть конструируем да потому что я опять же не все зарегистрировал ну что ж как говорит одна моя знакомая но вы знаете я же создал еще email сервис также его не зарегистрировал email сервис так ну и еще у меня будет поломка потому что я не сделал в автомат перри вот он мопер вот он факт мопер и здесь мне нужно добавить факт нет стоп мне нужно не факт мопер мне нужно скопировать control c control в этот факт здесь это мне уже будет notification 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 mapper configuration enter здесь он уже будет называться notification это конечно же будет конструктор и теоретически мне здесь будет написано notification а здесь email message ну и все остальное мне в общем то не нужно но сейчас я могу сделать следующее я могу переключиться на проект тестов так как у меня там есть тест непосредственно маппинга и запустить мои тесты чтобы проверить что у меня notifications маппится на email message чтоб не угадывать какие поля я пропустил какие забыл в общем то это на самом деле очень удобно на мой взгляд вот ну естественно она упала конечно автомаппер тест и здесь она мне говорит что у меня должно быть факт юмода у меня нет ритуал ну да этого я как то вот не сделал edit такс ну ладно давайте я поправлю это и вернемся к видео чуть позже ну и как видите коллеги я создал этот маппер создал некоторое количество свойств тесты у меня прошли я могу переключаться обратно это можно закрывать и теоретически я теперь могу запустить проект и в общем то проверить что эта штука работает но для начала нужно убедиться что я собственно говоря хочу проверить я хочу проверить что у меня при прохождении давайте для начала запустим это все стоп давайте все остановим и сделаем следующее я бы хотел для начала остановиться и все-таки рассказать почему я сделал именно такую реализацию на самом деле отправка почты ну например из блога или вот в данном проекте где малое количество почты оно в общем то будет работать если вы будете редко отправлять почту используя какой-нибудь там яндекс но как только вы начнете сыпать большое количество писем вас обязательно заблокируют и это собственно остановит работу сайта вы не будете получать сообщения не будете в общем можете вообще в черный список попасть и вылезти из него на самом деле очень сложно для того чтобы минимизировать эту вероятность я отправляю почту каждую минуту то есть на мой в моем короче моей реализации это на самом деле не принципиально на самом деле у меня есть блог в котором отправка почты происходит по такому же принципу и там реализация сделана таким же образом чтобы минимизировать количество отправляемых писем например у меня есть какое-нибудь сообщение в блоге то есть пост и к нему там 30 записей как только у меня кто-то дополнительный человек делает туда дополнительную запись то есть комментарий я его публикую у меня должно одномоментно отправиться минимум там 30 сообщений да то есть администратору и всем пользователям которые написали в этот блок в этот комментарий в этот пост вот таким образом одномоментно улетит 30 сообщений ну и представьте если допустим там уже много лет идет переписка и там уже там 100 записей или там 1000 записей тут уйдет соответственно именно это количество записей чтобы минимизировать эту нагрузку на почтовый сервис чтобы пользоваться бесплатными так сказать возможностями а не специальными сервисами которые берут деньги за большое количество рассылки я сделал каждую минуту и в общем сервис это нормально пропускает в общем такое простое решение оно как бы минимизирует затраты на поддержание этого собственно говоря сервера этого сервиса в общем вот вот такое вот решение я принял готов обсудить с вами возможности по реализации другие эта штука работает и в общем я ее вам просто показываю как у меня реализовано ну а теперь давайте для начала отключим этот собственно говоря хостед сервис проверим наличие уведомлений которые я не удалял с самого начала и потом подключим сервис запустим его и посмотрим как они начнут менять статус на отправлено и так для того чтобы отключить этот самый хостед сервис нужно пойти нужно пойти его и отключить вы не поверите хостед вот так вот хостед сервис и здесь нужно вот так вот заблокировать и зачем я это делаю чтобы обработка не началась ранее чтобы я мог оследить то что уже существует в проекте то есть мне нужно посмотреть список это можно сделать в базе данных можно просто запустить сайт и посмотреть как раз каким образом они будут отображаться то есть есть ли флаг который показывает из completed выводил я его на UI или нет вот что я хочу проверить для этого нужно пойти в панель управления посмотреть список сообщений да действительно он у меня есть и у меня здесь все сообщения и в общем вот этот значок говорит что не был отправлен все отправленные будут помечаться зелененьким давайте пока вот эту штуку свернем эту остановим и включим обратно этот сервис и поставим бряку в том месте где будет эта обработка она уже стоит и снова запустим чтобы проверить что это реально работает как вы помните у меня email сервис он просто возвращает ручту мыло отправлено и соответственно в один момент времени полетит полетят все записи которые были на данный момент то есть они будут минимизироваться каждую минуту если у меня каждую минуту будет поступать сообщение оно будет отправляться каждую минуту но если у меня уже 10 сообщений то они отправятся сразу давайте перейдем так item of меня как вы видите 5 мы проходим маппинг он сработал у меня появилось несколько мыл если так можно выразиться и у них уже задано что куда от кого идет дальше мы проходим делаем как бы отправку давайте чуть подкрутим и сделаем отправку у меня через 2 секунды как вы помните ok вот он true теперь я иду как раз вот в этот метод давайте сюда проскочим на посмотрим как отработает здесь в 10 и в 10 и в 10 мы нашли эту спецификацию этот notification он не равен ну мы ставим у него true что он отправлено делаем save change и в общем я отпускаю бряку и теперь я вижу что все так обновляем страничку и видим что они не отправлены а нет вот все отправлены только последняя не отправилась ну как вы видите эта штука работает видимо здесь я не знаю почему ну а нет все обновилось просто видимо интерфейс не успел сработать ну и тем не менее вы видите что у меня все это отправилось стало зелененьким в следующий раз когда через 15 минут или через минуту ну в данном варианте у меня стоит каждую минуту то есть при следующей попытке отправить какие-то сервисы у меня эта штука не сработает потому что они уже будут иметь статус из completed true ну что ж друзья мы закончили наверное это вот набор видео эту серию этот сериал если хотите и дальше что у нас будет я буду постепенно добавлять и обновлять и продвигать этот проект он реальный этот реальный сайт я буду его полностью сопровождать я думаю оставить его открытым в общем то сейчас я сделаю последний коммит и это будет видео 22 а дальнейшие изменения возможно будет по этому сайту еще какие-то видео есть у вас появятся какие-то вопросы пишите буду отвечать может быть даже создадим еще видео ну а на этом я хочу с вами попрощаться в общем то всего доброго пишите правильный код спасибо за просмотр!